Когда-то Фёдор Михайлович Достоевский сказал, что бытие – только тогда и есть бытие, когда ему грозит небытие. Но по большому счёту меня сейчас больше как бы волнует другое. Я хочу вернуться к тому, о чём мы говорили вначале. Очень важно видеть и понимать, что происходит. Видеть и понимать, кто пытается развалить страну изнутри. И нужно понимать, что так, как было, уже не будет. В принципе, у них оборонзаказ на 10 лет вперёд. Представьте себе сейчас, вдруг войны прекращаются. У них провалится экономика. А в Западной Европе у них же мобилизация перед лицом вот этого якобы врага. На самом деле, все они понимают, что они просто совершают агрессию против нас. Поэтому у них совершенно другое ощущение о том, что они делают. Обратите внимание, была Российская империя, стал Советский Союз. Но уже был меньше, чем Российская империя. Российская Федерация меньше Советского Союза. Они же живут в веках, с точки зрения, за век мы здорово уступили в территорию. Причём густонаселённые области, пригодные для жизни. Теперь послушайте другие цитаты. Как они рифмуются. Всю территорию России нужно разделить на ряд государств с собственными правительствами, готовыми заключить с нами мирные договоры. Это указание Гитлера после доклада ему 3 марта 1941 года. Плана нападения на СССР. Плана Барбароши. Нашим всем литераторам напиши, что больше всего чувствую, что холоден мир становится. И что они должны предупредить этот холод, что это должно быть главной их заботой. Что ничего нет хуже разделения и злобы. И чтобы они всё друг другу забыли и перестали бы ссориться. Всё это чепуха и злое наваждение. Никогда не плачьте. Всегда будьте светлый духом. Всегда помните Христа и Бога нашего. Поклоняйтесь троице безначальной и живоносящей и изначальной. Василий Розенов Русских людей делает искусственными врагами. Не думаю, что Украина может принимать решение о мире. Нам всё равно, сколько погибнет украинцев, мирных жителей, женщин, детей, солдат. Мы будем воевать до последнего украинца. Молимся, чтобы Господь соединил нас, чтобы единым святым народом русским было. Чтобы этого фашизма не было. Нас национализма, махрового не было. Нас на Руси, особенно на Украине. Бандеровщина, чтобы это не повторялось кровавое больше никогда. Забывают одно, что святая Русь – это удел царицы небесной. Господи, благословим. И я там просто не могу не напомнить Джозефа Рейтингера, сооснователя Бильдерберга, совместно с его самым главным представителем той эпохи. Там прямо сказано в тезисах «загнать русскую нацию в северные пустоши, чтобы уменьшить демографию русской нации во имя торжества и ацетива англосаксонской расы». Это, между прочим, документы, с которыми связано образование Бильдерберга по заказу Берна Харда Голландского, его первого председателя. Кстати, нацистский офицер. Наши правда, как и Рейтингер. «Надо разгромить русских как народ и разобщить их для этого. А разделить территории, населяемые русскими, на различные политические единицы с собственными органами управления, чтобы обеспечить в каждой из них обособленное национальное развитие. Народам этих районов внушать, чтобы они ни при каких обстоятельствах не ориентировались на Москву. Б. Учредить особый имперский комиссариат на Урале, проработать вариант отделения Северной России и Центральной России, вести подготовку по возможности на разделение и обособление составляющих ее частей. Рейхсфюрер СС Гиммлер. Это дополнение к генеральному плану ОСТ. Ну как? Как это потрясающе рифмуется? То есть рассматривать все, что происходит в Курской области, нужно исключительно вот с этих глобальных замок. Это историческая перспектива, в которой они живут. И они считают, что они в ней побеждают. Они сократили число наших вымпелов на море. Черное море стало их морем на сегодня. Давайте говорить правду. Кстати, только что украинцы себя с этим поздравляли. Сказали, что они образовали уже союз Черного моря. Турция уже фактически полностью под себя забрала Грузию. Даже, знаете, суда, которые уходят между Грузией и Турцией по Черному морю, обладают каботажными номерами рейсов, как будто бы они не выходят за пределы турецкой территории. В Батуми, в Поте, стоят американские базы. В Азиане, простите, крупнейший логистический центр НАТО класса Жешеба. В Лугаре лаборатория с биооружием. В Армении проводятся маневры совместно с американцами, 101-ю дивизию США, кричащие орлы. И турки сказано преподобным поясням, что третий турок крестится. А как она может креститься, если не будет проповедников живой веры? Они должны увидеть чудеса. Они же не просто крестятся. Китайцы сказано, многие крестятся. Должны быть источники живой веры. Если эти источники будут, тогда они уверуют, тогда они крестятся. Преподобный Паисий Святогорец. Один из самых уважаемых греческих старцев и духовных лидеров греческого народа 20 века. Русские займут Турцию. Турция же исчезнет с карты, потому что треть турок обратится в христианство, треть погибнет и треть направится в Месопотамию. Турция распадется. Этому будут способствовать сами ее союзники. Будет война между Турцией и Россией. Сначала туркам будет казаться, что они побеждают, но это станет для них катастрофой. Русские одержат победу и возьмут Константинополь. В храме Святой Софии вновь состоится православное богослужение. Турция распадется на 3-4 части. Для нее уже начался обратный отсчет. Мы возьмем свои земли. Армяне свои, а курды свои. То есть, в принципе, если посмотреть на все эти явления, то вы лучше поймете, сейчас я скажу дальше, я скажу, может быть, вещь несколько нетривиальную. Курская область, помимо всего того, что мы с вами перечислили, еще может быть некой дымовой завесой, я очень сильно боюсь быть правым, для выравнивания линии НАТО в Молдавии. Потому что это было объявлено еще Макроном. И вот в отличие от Курской области, где просто пустили смертников, ясно, что мы их уничтожили. Причем я надеюсь, я очень надеюсь, что неповадно было. Но тем более, что это память еще о наших прадедов по Курской битве. Но в то же самое время, а вот представьте себе, что пока мы все дружно этим занимаемся, вдруг произойдет ввод войск в Молдавию. Они справятся с Приднестровьем? Да элементарно. Та самая 101-я дивизия Кричащей Орлы стоит именно на Румыно-Украинской границе в двух шагах от Молдавии. Румыно-Украинская зона. А оттуда один танковый бросок до Одессы. Вот это, к сожалению, очень реальная угроза. Там 220 тысяч наших российских граждан. Не считая того, что еще около полутора тысяч наших военнослужащих, но и те самые склады, которые я сейчас только что сказал. Вот это большая опасность. Образ православного воина, и вообще, ну, мы воины. Мы воины духа. Даже суровые воины, не знавшие страха и пощады, склоняли голову перед словом патриарха Павла. По одной из легенд знаменитый Желька Рожнатович, командир легендарных тигров Аркана, прославившихся отчаянной храбростью и любовью к родине в той кровавой войне, на вопрос журналиста, кого он считает своим главнокомандующим, не задумываясь, ответил. Патриарха Павла. Умоляю вас, сделайте все, чтобы мир вселился между нами, чтобы по-человечески и по-христиански война была прекращена. Вера вечна, вера славна, наша вера православна. Патриарха Павла. Давайте помогать детям, помогать тем, кому, наверное, меньше всего помогают. Это детям, детям Донбасса, которые нуждаются в больницах, в лекарствах, в холодильниках, в генераторах и во многом другом. Вы можете это привести к нам на склад, нам в офис, вы можете перечислить деньги. Сегодня важно не пройти мимо наших детей, это наши дети. Достаточно того, что мы очень много их убиваем, не понимая, что это огромный грех. Давайте хотя бы помогать детям, которые нуждаются в помощи. Сегодня, не завтра, а сегодня. Спасибо. Продолжение следует...